добрый вечер хакасия добрый вечер юг красноярского края и конечно же добрый вечер центр этой нашей маленькой вселенной город абакан это информационный круглосуточный телеканал абакан 24 программа во время в прямом эфире заключительный выпуск в нынешнем году надеюсь завтра никто ничего не делать чтобы мы не вышли на работу и мы провожаем сегодня уже окончательно этот 2022 год с главой нашего города алексеем лёминым добрый вечер алексей викторович вечер добрый алексей иванович вечер добрый уважаемый абаканцы но раз мы уже сказали что добрый вечер а год для вас был добрым или как год наверно для всех нас был непростым и назвать этот год простым наверное мало у кого язык повернется да у нас сложно был прошлый год и позапрошлый год к видна я напоминаю и также мы сидели в этой студии год назад и говорили ой какой был сложный год но какой бы год сложный бы не был всегда есть и положительные моменты всегда есть хорошее событие печальные события радостные события это также как также для и для абакана конечно год у нас запомнился в первую очередь это федеральной повесткой все-таки что это главное событие это специальная военная операция мобилизация помощь мобилизованным ну наверное вот эти события главные которые я думаю многим нам запомнится и мы будем вспоминать через два через три через четыре года но и было много городских событий важных событий я напомню например в этом году мы наконец-то отпраздновали день города не праздновали его два года мы но как-то не масштабно все равно где эти уличные шашлыки хождение по прилавкам с прилавка до прилавка это мы запланировали на следующий год причем я напомню что собственно кроме дня города мы планируем улицу ленина перекрывать один раз в неделю воскресенье и как раз вот эти вот хождение гуляния футкор ремесленники и это все будет будем делать именно потому что на это есть запрос да они хотят общаться потому что вот даже сейчас вы видели сказали меня на этой неделе поздно вечером в одном из заведений но тоже эти действительно ведь пойти-то некуда вечером вот просто если это не тынст-тынт не какая-нибудь дискотека просто где-то посидеть все и закрывается в 10 в 11 а люди которые работают до 9 где им посидеть но если мы говорим про пешеходную улицу такая улица городу нужна пешеходная улица есть практически во всех крупных городах когда-то у нас была улица ленина пешеходная со временем и закрыли но вот пока будем пробовать делать это хотя бы раз в неделю довольно сложновато потому что мы это обсуждали ну даже для того чтобы разместиться всем религии беремесленникам футкорда мы понимаете что в субботу нужно это все завести воскресенье все мероприятия провести и потом нужно обратно все это увозить это сложно затратно пока мы обсуждаем формат данного мероприятия но вводить мы его будем в описательном порядке потому что на это есть потребность да будем гулять и улицу ленина мы будем перекрывать вот как раз от парка победы и до парка орленок на таком большом протяжении кратноярский проспект мира совершенно верно да совершенно верно и будем пробовать посмотрим что из этого получится при необходимости коррективы всегда внесем по ходу при этом для движения очень важно же и выходные у нас для автомобильного движения мы перекроем большому счету только улицу ленина мы не будем закрывать улицу щетинкина наверное мы не будем закрывать улицу вяткина по сути своей останется перекрытым только улице ленина но это наш первый опыт будем пробовать но естественно будут как и за так и против это всегда так но это в принципе хорошо это действительно так перекрытие городских улиц даже на любые праздники вызывают с одной стороны одобрение даже тот же самый марш бессмертного полка или вот забег быстрее ветра который мы организовываем так и всегда есть противники зачем вы перекрыли ездить неудобно это сложно хотя в нашем городе объехать хотя сегодня пробки наверное не бывало и в нашем городе традиционно под но под новый год вообще объехать центральной улице всегда возможно ну и особо то пробок надо честно сказать по бокам еще и не видели знаменитые абаканские пятиминутные пробки да 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 слушайте алисей викторович а вот что например в этом году о хорошем о хорошем произошло такое что ну может быть в жизни города в вашей личной жизни что ну да ну вот случилось но вы бы очень не хотели чтобы это случилось если об этом можно говорить сложно сказать если если говорить про жизнь города наверное все то чтобы все что произошло оно и должно было произойти и действительно событие было много и хороших были относительно и печальные события но опять же вот про коту который мы говорим в этом году например мы традиционно открыли новый детский садик городе баками это было по весне совсем недавно на этой неделе на крепкий хозяйствен мы говорите глава и должен быть хозяйственник глава и должен быть хозяйственник открыли открыли школу что так же немаловажно не до нас и на следующий год также будем продолжать строительство школы правда откроем уже его скорее всего в двадцать четвертом году если повезет то 1 сентября не повезет но будем как как по договору как по соглашению с подрядчиком до декабря двадцать четвертого года но это важный объект это важные моменты потому что школы города они очень серьезно перегружены хоть особенно и речь идем в данном случае по 25 школу не уже понимаете что это пока у нас демографическая ямка даже ямище давайте я вам статистику скажу за последние четыре года с учетом двух пандемийных лет население города приросло всего на 500 человек ну потому что ну действительно пандемийный год внес свои коррективы и смертность действительно намного превышала рождаемость и вы население города пошло в плюс только за счет миграционного миграционного прироста так вот за эти четыре года население города увеличилось на 500 человек а количество ребятишек которые ходят в детский садик и наши школы увеличилось на пять с половиной тысяч это еще отголоски того той хорошей жизни нет делать даже не в отголосках той хорошей жизни дело в том что миграционные потоки серьезно идут наш город и мы видим по нагрузкам в первую очередь на школы которые расположены на окраинах 7 9 26 школа так и ну наверное я скажем честно очень много кто живет не в абакане а ребятишек возят и учиться и возят в детские садики нашего города это вполне нормальный процесс есть довольно легко сделать временную прописку и пожалуйста ребенок пошел в городскую школу и действительно количество школьников у нас ежегодно увеличивается столько школьников на тысячу человек то есть школы школы простаивать не будут не будут городу школы нужно строить есть у нас свой план по строительству школы и мы его выполняем вот если говорить про детские садики здесь как-то ситуация стабилизировалась но с учетом последнего детского садика елочка но наверное такой острой потребности в строительстве новых детских садов нет очередь от трех до семи от трех до семи городе абакане уже не существует вот от полутора до трех до очередь существует и действительно детские садики попасть сложновато а там маленькие это самые маленькие да простите бывает от у меня был по школам другой вопрос но а как быть с учителями их у нас тоже не хватает заманивать как будем они же вон в минусинск могут ездить преподавать там зарплата больше ну потому что средняя по краю средняя по хакасии на сегодняшний день проблем с учителями в городе абакане нет что отрадно обновляется педагогический коллектив у нас уже четвертая часть педагогов наших школах это молодые специалисты активно у нас это искусственный против активно активно поставка активно поставляет у нас хгу и и что немаловажно и мы отмечаем что и мальчики пошли наши школы то чего раньше был большой дефицит я заметил по гостям в нашей студии более того у нас посмотрите в этом году два молодых директора назначены девятая девятая школа и 20 25 но это это учителя года это лучшие учителя конечно мы всегда ориентируемся в том числе конечно же и на молодых до педагогический коллектив обновляется и более того посмотрите по итогам года наши учителя традиционно выигрывают конкурсы занимают первые места наши два директора школы вошли в состав по моему 100 лучших лучших директоров в россии у нас даже в городе в акаде и благодаря им они довезли сюда директоров мы рассказывали об этом тоже с лучших да вспомните егэ этого года когда у нас с 25 школы с одного класса целых три стубальника по русскому языку было это все результат ну для системы образования ну наверное главный кипя это все-таки шига хоть много вопросов по по данному экзамену но в любом случае главная результативность главный кипя это все-таки же как раз егэ йога а теперь ложка дегтя вы вот строите новые школу там модернизируйте их что-то там нам уники блеск да и красоту но у нас есть но у нас всегда вопрос из 20 школы звучит почему вот те школы модернизируют но дети же ведь одинаковые и эта школа не только 20 вот они уже старенькие там ну бедненько может какие-то деньги и на эти школы выделяю 20 вот прямо каждый ученик есть если если говорить именно про здание школы самая старая школа города абакана всего на десять лет моложе нашего города если нашему городу девяносто один даже не первая школа именно как здание это у нас по моему 10 школ 10 или 30 школа с 1 1 школа 1 улица пушкина первая школа как учреждение старше нашего города на один год то есть но это именно как учреждение понятно что до до момента присвоения статуса городу учебное заведение существовало так вот по ремонту я соглашусь что новые школы но контраст между теми школами которые построены в советские и теми которые построены 50 60 лет назад очень большие и действительно это бросается в глаза и более того мы можем это судить 1 апреля особенно явно почему 1 апреля потому что 1 апреля запись в общеобразовательные учреждения и выстраивается очередь в абаканский лицей 31 школу в гимназию в этом году в 32 школу такая очередь выстроиться все потому что это действительно наверное учебное заведение которые сделаны по современным стандартам оснащенные и каждый родитель хочет своего ребенка вести наверно в самую лучшую школу это вполне естественно так вот возвращаясь программа по капитальному ремонту школ она стартовала до этого такая программа существовала для сельских городов сейчас эта опция доступна и для городских школ и у нас четыре школы попали в программу капитального ремонта это первая школа это третья школа это 30 школа и по-моему десятая школа первую фасад придут да наконец не совсем до фасад конечно но здесь сложность в том что ну например например если мы будем брать третью школу которая в наиболее так скажем ветком состоянии в настоящее время находится у нее даже деревянное перекрытие сложность чем ремонты все будут проходить в двадцать четвертом году ряд школу будут проходить ремонт и 24 25 год то есть проектная документация сделан таким образом что ремонту подвергается но практически все здание школы хотя иногда строить строительство новой школы дешевле чем отремонтировать ну да я так вот так вот на этот момент времени учеников нужно перехватить другую школу как минимум на учебный год и таких школ в раз мы будем строить ремонтировать две это целая проблема с целой проблема с которой мы еще до сих пор не сталкивались школы ремонтировать надо вот это действительно необходимо дело для того чтобы ремонтировать школу нельзя возможно школу ремонтировать в период два месяца или летних каникул Ну и убираем, потому что в этот период нельзя никакие работы проводить. То есть остается у нас по сути свои два месяца. За два месяца такой ремонт провести невозможно, поэтому ремонт будет растянут практически на весь год. Ребятишек нужно будет переводить в другую школу. Возникает вопрос автобусов, а другие школы тоже перегружены. Пока вот перед такой дилеммой мы стоим, мы это обсуждаем и совсем скоро мы с этой проблемой столкнемся, но школы ремонтировать нужно. И в план по ремонту школ мы входим. И конечно же мы начинаем именно с первой школы, с третьей школы, там где ремонт нужен в первую очередь. Дорогие наши телетерители и радиослушатели, мы в прямом эфире 22.41.18 И вы можете свои новогодние пожелания к главе нашего города передавать прямо сейчас, здесь, в прямом эфире. А то весь год главослуживают дни жалобы и вопросы. Ну такова планета, как говорили в одном из них. Это нормально, так и должно быть. Ну и... А теперь время пришло для пожеланий и на путь, и может быть новогодник. Сегодня пришел один вопрос к нам, после того, как оно появилось в соцсетях, из города Норильска. Молодая семья спрашивает, в вашем городе, по памяти воспроизвожу, потому что это звуковое было сообщение. В вашем городе еще выделяют молодым семьям землю, чтобы построить дом и переехать с этого севера на ваш благодатный юг. Ну, начнем с того, что с севера на наш благодатный юг как раз очень часто переезжают, в том числе с Норильска. Эта тропинка такая очень хорошо натоптанная. Земельные участки в городе Абакане молодым семьям не предоставляются, по причине того, что у нас полное отсутствие земельных участков. И на следующий год, если мне не изменяет память, мы льготникам предоставляем всего 12 земельных участков. И, наверное, это будет последний год, когда мы предоставляем, потому что земельные ресурсы города Абакана исчерпаны. Вы все прекрасно знаете. Это устья Абакан, да, соответственно, солнечная. Девятый жилой район застроенный, десятый жилой район застроенный. Сейчас самая основная задача сделать там инфраструктуру. Дорожную инфраструктуру, в первую очередь коммунальную инфраструктуру. И посадить как можно больше деревьев, потому что новые районы, они так как-то вот смотрятся урбанистически. Когда здание ХГУ приведут в порядок улица Ленина, стоит это вот ужасное, длинное, высокое здание. И забор. И очень красивый забор. Да, меня вот наказало. Обсуждали как раз недавно по проекту выходного дня. Мы обсуждаем, как украсить улицу Ленина, что нужно сделать. Ну и вспомнили как раз вот про этот вот прекрасный забор, который стоит уже. Уже не до десятилетия. И тут темный совершенно ХГУ. Они даже фонариками себя поленились украсить. Татьяна Григорьева. Победе нужно сказать большое спасибо за новогоднюю иллюминацию. Мы в этом году даже конкурс проводили среди своих учреждений. И действительно новогодняя иллюминация. Могу даже отметить победа. Да, конечно же, это парк Орленок. Художественная школа традиционно. И практически все муниципальные учреждения, фасады в этом году мы украшали. И здесь такая история. Если хочешь что-то изменить, начинать нужно в первую очередь себя. И вот, кстати, по улице Советской, если сейчас пойдете вечером, там есть одна квартира, которая и балкон осветила, и все комнаты у нее ночью горят. Великолепная такая сказка. Вот как на этих рождественских картинках. И здесь во дворе нашей студии тоже есть один балкон, где на Хэллоуин они тыквы выставляют. Сейчас елки выставили. Сами лампы натянули над двором. Какие забавные люди. У нас проблема в первую очередь с владельцами недвижимости на первых этажах, с бизнесом. Вот украшение магазинов почему-то у нас практически не принято. Традали. И да, и украшается просто минимально. А я уже предлагал людям не ходить в такие магазины, которые не украшены. Например, если сравнить с соседями, с тем же самым Красноярском. Да, мы в этом году маленько поменяли концепцию. Мы постепенно уходим от ледяных композиций. От ледяных и переходим к современным, светящимся, светодиодным. К легким. К легким. А самое главное то, что ледяные они растали и уплыли вместе с деньгами. А эти композиции остались и на следующий год можно докупить. И постепенно, постепенно, целиком мы не уйдем. Потому что те же самые горки, конечно же, они будут делаться с использованием льда. То есть у нас будет вот такой вот комбинированный способ. Буквально два дня назад мы на театральной площади завели замечательную композицию. Большой шар, пяти- или шестиметровый. Да, да, да. Как в Москве. Ну, сейчас самая популярная фотолокация. Да. Давайте послушаем звонок, а то долго я держу человека на линии. Надеюсь на ваши хорошие слова. Добрый вечер. Добрый вечер, Алексей Иванович. Добрый вечер. Это Софья Афанасьевна. Я хочу поздравить Алексея Викторовича с наступающим Новым годом. Поздравляйте, Софья Афанасьевна. Алексей Викторович, я вам желаю здоровья, здоровья, здоровья. Спасибо за большую работу. Это все видно в городе. Очень красиво. Чтобы ваш коллектив поздравил от жителей. Мы все рады, что вы с вами, а вы с нами. Спасибо вам большое, Софья Афанасьевна. Спасибо. Спасибо большое, Софья Афанасьевна. Слушайте, а мы правда же очень мало говорим о простых тружениках вашей мэрии, ну, городской администрации. Что у вас за коллектив? Вот как вы отмечаете мэрии, эти праздники, администрации? Вы вообще дружная команда. Мы же видим только верх вашей команды, а простые труженики. Вы как их сегодня? Вы их поздравили с Новым годом? Коллектив, ну, во-первых, корпоратива в администрации не было, и он не проводился никогда. Николай Евгеньевич одно время проводил елку главы. Да, было такое мероприятие. Собирался городской совет депутатов, собиралась администрация. Последние три года мы это не проводим, ну, и, собственно, ну, не совсем время для корпоративов. Если говорить про команду администрации, ну, она практически не поменялась. Все те люди, которые работали при Николае Генмиховиче, ну, практически все они работают сейчас. То есть люди на своих местах, люди уже профессионалы. Не, ну, мы про начальников отдела. И точно так же про специалистов. Про секретари, там, делопроизводство. Главные специалисты, ведущие специалисты. Люди за это время, конечно, стали большими профессионалами. Знают свое дело от и до. И, конечно, по системе управления, если говорить про администрацию города, ну, я думаю, мы впереди Республики Хакаси точно всей. Что подтверждает многочисленные наши награды. Какие? Мы, по Республике Хакаси, мы традиционно, практически по всем отраслям занимаем первую очередь. Первое место. Я даже не знал, что среди вот таких. Есть по отраслям. Проходят конкурсы. Совершенно верно, по различным. Нацполитика, экономика, образование, конечно, в обязательном порядке. Ой, а тут вот промелькнула информация, неделю, наверное, назад, что у нас, оказывается, лучший город по экономике стал Черногорск. Но я сейчас не точно цитирую, а мы, Саиногорск, где-то позади Черногорска. Что случилось? Ну, если говорить про наш бюджет, давайте буквально две секундочки отойдем к цифрам, пусть это скучно. Бюджет города Бакана доходы в этом году по факту составили 6 миллиардов 600 миллионов с копеечками. Ну, под 700 миллионов. Для сравнения с прошлым годом, с прошлым годом мы прибавили где-то процентов 10, 600 миллионов с копейкой. Это, с одной стороны, много. С одной стороны, много. Это нацпроекты? Нет, это здесь не только нацпроекты. Большая часть, сейчас я расскажу, то есть мы добавили где-то в пределах 10 процентов, но, опять же, скажем, за это время инфляция составила 13 процентов. С одной стороны, наши доходы выросли. Из вот этих вот более чем 600 миллионов, по-моему, 650 миллионов, основная часть это собственные доходы. Это те доходы, которые город зарабатывает самостоятельно. В первую очередь, это аренда земли, это НДФЛ, тот налог, который в городе Бака не самый низкий по всей России, но при этом он самый ресурсоемкий. Ну, и, конечно, это имущественные налоги и УСЭН, упрощенная система налогообложения. От земли, от использования земли, совокупная аренда, земельный налог, доходы от продажи в этом году. Из 6,5 миллиарда городского бюджета от земли мы получили более миллиард. Это очень серьезно и, наверное, я думаю, один из лучших показателей в России. У нас очень хорошо прошли аукционы по продаже земельных участков под многоквартирное жилье. А когда все продадите? Жилой район Арбан уже все продали. К сожалению, вот на следующую аренду, а не то, что уходит в прошлое, но доходы от нее очень существенно упадут. Пока у города Бака на свободной земли для застройки нет. Развиваться мы сейчас будем по принципам реновации, то есть снос частного сектора, центральной части города, и замещение ее многоквартирными домами. Постепенно это третий жилой район будет. Потом перейдем в второй жилой район, примыкающий к Арбану. Также это в настоящее время застройка идет. Ну и со временем, конечно, я очень надеюсь, мы начнем осваивать пойму Енисея в сторону Усть-Абакана. Этот проект мы никуда не убрали. Мы говорим то, что мы его постепенно-постепенно... Он просто очень денежно-емкий. Он очень длинный даже в части подготовки документов. Пока до сих пор у нас есть решение Усть-Абаканского района, есть решение Совета депутатов города Абакана, есть решение Калинина, но еще даже в части документов не можем довести, потому что вопрос у нас по границе земельного участка, где водный фонд, где не водный фонд, и это все такой долгоиграющий процесс. Но я думаю, наверное, на следующий год мы в этом вопросе поставим точку. А вот до застройки этого участка, я думаю, дойдет пока не скоро. Но город прирастать будет туда. Хорошо, еще тогда такой вопрос. Я же вас не увижу уже в этом году и в следующем. Если вы завтра поедете в Черногорский парк, в 5 часов то увидите. Я вас всех приглашаю, и Абаканцев приглашаю. Хорошая погода, никаких минус 30, как это было в предыдущие годы, поэтому приходите, в 5 часов мы открываем городок. И там будут звоны выступать сегодня, прислали тоже анонс. А что у нас, извините за этот вопрос, сплата за тепло? Просто тут был председатель Госком тарифа «Энерго», и когда там посыпались вопросы по теплу в Абакане, он сказал, мы вообще теперь не регулируем тарифы в Абакане и не смотрим. Вы спрашиваете у своего мэра, который теперь заключает отдельное соглашение с СГК, потому что альтернативная так называемая котельная. Давайте я в двух словах расскажу. Тариф мы повышали с 1 июля, планы мы повышали с 1 июня. С 1 декабря он повышается внепланово по решению правительства Российской Федерации. Такое решение было принято. Для меня это довольно непонятное решение, потому что сферу ЖКХ нужно поддерживать, несомненно, но уровень доходов населения за это время не вырос. Настолько, да? Да не то, что настолько, он в принципе упал. Поэтому у нас с 1 декабря внеочередное повышение тарифов, причем всех. Где-то это 9%. По двухставочному тарифу по электроэнергии это 15%. Кошмар. Да. То, что касается тепла. По теплу у нас есть соглашение, действовало с СГК. Соглашение было предусмотрено и разрабатывалось таким учетом, и мы туда включили один из пунктов, который не должен предусматривать резкого роста тарифов. Это соглашение Абаканская ТЭЦ выполняла до 1 декабря. Их все устраивало, но до 1 декабря, посчитав, они решили это соглашение не выполнять, говоря о том, что давайте-ка заключим новое соглашение города. И предложили повысить тариф с 1 декабря на 11%. В рамках действующего соглашения, которое у нас есть на сегодняшний день, тариф не должен быть вырасти более чем на 8%. Это ниже даже, чем федеральный уровень, потому что по федеральному это 9%. Да, у нас новое соглашение, конечно же, не подписано. Мы входим в спор, возможно, он будет решаться с помощью надзорных органов, возможно, он будет решаться в судебном порядке, то есть, скорее всего, даже в судебном порядке. То есть, это будет спор между 11% и 8%. То есть, в январе мы к этому вопросу вернемся. В январе мы к этому вопросу... А что увидим в расчетках в январе? В январе мы в расчетках увидим 11%, если надзорные органы не скажут свое веское слово. Ну и в том случае, если в этом споре мы окажемся правы, то будет сделан перерасчет. Ну, не только хорошие вести под Новый год. Теперь надо о чем-то хорошем сразу заместить эту пилюлю. 22-41-18 наш телефон. Звоните нам, пожалуйста, у нас еще есть. С вами... Какая 31 минута, мне говорит режиссер? Нет. Мы работаем с Алексеем Викторовичем до 19 часов 42 минут, да? 42 минут. Так что вот у нас осталось всего 14 минут. Дорогие друзья, 22-41-18. Звоните. Давайте о личной жизни. У вас дети-то уже большие? У меня ребенку 14 лет. Ну, самый возраст такой хороший. Переходный возраст, я бы сказал. Следующий год это 9 класс ОГЭ. Ну, и это вот очень важный переход на такой момент. А сильно отличается вот от вас? Вы помните же наверняка тебя в этом возрасте? Мне кажется, да. Мне кажется, да. И по воспитанию, и... Ну, наверное, нас всех рожденных в СССР воспитывали несколько по-другому. Сегодня 100 лет. Да. Нас всех воспитывали несколько по-другому. Тем более я рос в небольшом поселке, в небольшой деревне. Да, и в классе у нас было всего 10 человек. Всего 10 человек. И родители перед первым сентябрям показали дорогу в школу. Первого сентября сводили. И начиная с первого класса, сам километр с лишним до школы потопал и вернулся. Никто тебя на машине не возит, никто тебя за ручку не провожает. А вы возите, да, грешны. Нет. Мама возит. И никто тебя за ручку не водит. Сам вернулся. Ну, это было... И это было нормально. Это было естественно. Не было никаких телефонов. Не было никаких звонков. Это было нормально и естественно. А почему вы так не живете? Время поменялось. Так оно у нас в голове поменялось. На самом-то деле, в принципе, все то же самое, только окружающее. Время поменялось. Это действительно так. Поменялось отношение. Поменялось отношение и к детям. Мы за них сейчас переживаем, за них дрожим. И, в принципе, это, наверное, общий тренд. То, что было раньше, теперь уже ушло давным-давно. Диктуете, с кем дружить, с кем водиться, что смотреть, что читать? Нет. Не диктую. Выбирает сама, что читать, что смотреть. Иногда в кино вводит. Подруги домой приходят? Подруги домой приходят. А мальчиков? Мальчиков пока, слава богу, нет. Ведь вы, слава богу, это же наоборот. Это самый романтичный период. Это первая детская любовь. Это даже не любовь, это дружба. Карен, давайте родителей побережем. Пусть этот процесс наступит несколько хуже. Вот вы и родители все такие. Хорошо мне говорить, у кого нет детей, да? Добрый вечер. Слушаем давайте теперь вас. Говорите, пожалуйста. Специальный дом. Пушкина 29. Мы квартиросъемщики. А мы должны за свой счет ставить окна, двери, балконы. Это же не наши, да еще и тепла не дают. Социальный дом. Вот торцевая сторона. Ну давайте запишем вопросы. Пусть от племянки. Спасибо, мы запишем ваш адрес. Ну уже в новом году проверим. То, что без тепла, это маловероятно. Маловероятно. Давайте запишем вопросы и просто выясним причину. 22-41-18 наш телефон. А вы уже определили будущее дочери? Ну, наверное, определять ей самой. Да прямо, ну, Коль, никогда не поверю, что вы что-то там с супругой не обсудили. Ну, у нас же родители не определяли наше будущее. Вы жили сами, сказали, в другое время. Родители определяли ваше будущее? Нет. Я сам его не знал. Ну вот, и, наверное, точно так же будет и в этой ситуации. Да, и мы так же, я поступал на один факультет, планировал в одно направление, попал совершенно в другое. И жизнь сама распорядилась. Поэтому это нормально. Ну, кого хотели бы вырастить тогда из дочери? Пусть свой жизненный путь выбирает сама. Госслужба? Пусть свой жизненный путь выбирает сама. Хорошо, какие предметы лучше получают? Ну, биология, скорее всего, именно в этом направлении. Значит, доктор, наверное. Значит, доктор. Ну, доктор в семье лишним никогда не бывает. Правильно, правильно, очень даже удобно. Особенно при выходе на пенсию. А ей делают в школе поблажки, потому что папа мэр? Ой, очень надеюсь, что, наверное, это не делают. Очень на это надеюсь. И, конечно же, здесь в этой ситуации лучше, наоборот, быть более строгим. И, наверное, даже если вот меня учителя слышат, то, наоборот, нужно быть более строгим в данной ситуации. Наоборот, чтобы не расслаблялся. Чтобы ребенок страдал от того, что папа мэр. Это какая школа? В гимназии. Надо пригласить директора гимназии к нам и обсудить, как относятся учителя к детям. Алла Викторовна. Очень строгий, строгий директор. Да? Да. Это действительно так, строгий, требовательный. Но и поэтому гимназия – это одно из лучших учебных заведений нашего города. Вы едете куда-нибудь на Новый год из города? Нет. Я планирую быть в городе или рядом с городом, может быть, к родителям, к маме в деревню, но недалеко от города. Пока таких планов не имею. Когда мэр в городе, что-то вот тревожно становится. Лучше бы вы уехали. Зима, холодно, и поэтому вот как-то тревожно надолго уезжать. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. С наступающим Новым годом. Спасибо. Вас всех очень приятно слышать. И мэра, и Алексея Кириченко. Подскажите, пожалуйста, будет ли в Абакане магазин «Магнит». Есть такие планы? Слушайте, мы не можем в эфире говорить на эту тему, потому что УФАС, управление Федеральной антимонопольной службы, тут же нас арестует. Ну, не арестует, а штрафует. На двух прямых последних эфирах этот вопрос был, да, как раз. Он постоянно и летом, я видел, в газету приходил. Здесь, наверное, вопрос в большей степени не к администрации города, здесь вопрос, конечно же, к торговой сети. То есть, если торговая сеть интересна, ну, Минусинский, допустим, она есть, в Абакане и такого магазина. В Саиногорске, по-моему, есть. В Саиногорске есть, да. Ну, я думаю, со временем в любом случае такая крупная торговая сеть, не называем название, она придет, и вообще вы видите, что федеральные сети, они, собственно, рынок весь захватывают в городе Абакане. А, кстати, насколько это плохо или хорошо, когда федеральные сети сюда заходят, и имеет ли право какое-то мэрия регулировать их вхождение в город? Мы не можем это регулировать, но здесь есть свои положительные моменты, так и отрицательные моменты. Положительные моменты в том, что в этом случае цена в любом случае падает, потому что когда заходят крупные торговые сети, с другой стороны, сами понимаете, страдают местные предприниматели, то есть те предприниматели, которые платят налоги в первую очередь в городской бюджет. Для нас это тоже очень важно. Скорее всего, здесь нужен какой-то нормальный баланс в этой ситуации. Потому что, да, очень жалко видеть, вот сейчас же заходят многие некоторые, не будем их называть, и те магазины, которые, казалось бы, испокон веков были, они потихоньку скудеют, скудеют. Совершенно верно. У федеральных сетей возможности другие, ну, например, как несколько лет уже в наш город пытаются зайти Леруа Мерлен. Просто не могут подобрать земельный участок, не могут подобрать площадь, где это можно было. Как только это будет сделано, вот огромное количество наших магазинов отделочных, ну, наверное, перестанут существовать, ну, или закроются, или будут в каком-то ином формате. Но такое решение пока не принято, слава богу. Я говорю именно, слава богу, для наших предпринимателей. А вот для потребителей, наверное, к нам было бы всем это очень неплохо. Ну, да, потому что это очень популярная, скажем так, сеть. Не рекламирую, конечно, ее. Спорт, как всегда в завершении нашей программы спорт. Вы счастливы, наверное, тем, что Манеж? Нет, еще пока не счастливы, потому что Манеж в эксплуатацию не введен. Вы проводили экскурсию? Экскурсию проводили на строительной площадке. Для того, чтобы наша мечта осуществилась, Манеж мы строим 11 лет. Это действительно долгострой. Из 400, по-моему, 20 миллионов рублей на Манеж, более 350 миллионов рублей это, собственно, муниципальные деньги. То есть мы его строим исключительно за свои деньги, поэтому так долго и строим. Так вот, нам не пришла одна машина, застряла на таможне с покрытием. Пять машин дошло, одна машина не дошла. Собственно, работы... Китайское, это покрытие. Да, да, да. Собственно, работы там осталось примерно дня на три. Привезти покрытие и его поклеить. Но ждем машину, мы очень надеемся, что она придет на новогодних праздниках. И Манеж к открытию мы уже будем готовить в конце января. Это действительно грандиозное сооружение. Таких сооружений за Уралом немного, но у нас будет сейчас самый современный и самый лучший. Господи, олимпиад будем принимать. А скажите, если такое грандиозное событие, то, наверное, и грандиозное открытие надо придумать. Кого пригласим из звезд? Почему-то наши звезды, народ не впечатляют местные. Мы мечтаем пригласить министра спорта Российской Федерации. Это очень знаково. И я думаю, что это будет полезно в том числе для развития спорта. Никиту надо этого. Никиту, олимпийского чемпиона по легкой атлетике. Никита, я на него подписан. Он очень медийный, он еще молодую гвардию возглавляет. Не знаю. Далеко не всех чемпионов мира по легкой атлетике. Вы наверняка его. Очень медийный человек. Там приедет тоже, а он едет по таким мероприятиям. Ну, пока, еще раз говорю, нужно сначала доделать дело. И манеж нужно достроить, а потом уже строить планы на предмет открытия. Ну, да, конечно же, открытие будем делать. Собственно, у нас будут там культивироваться два вида спорта. В том числе мы не забываем про скалодром. Замечательный, хороший, сделанный. И наша школа по туризму зайдет. Скалодром, потому что вы увлекаетесь горами? Нет, я вот как раз скалолазанием не увлекаюсь в принципе. И более того, высоты побаиваюсь. Ну да, это действительно так. А кто покорял Гималайи? Ну, если обвязать веревкой, то в принципе можно. А так я высоты довольно серьезно побаиваюсь. Ну, относительно. Относительно побаиваюсь. И к числу любителей скалолазания я себя не отношу. Альпинизм и скалолазание, ну, маленько чуть-чуть есть отличия. Поэтому для нашей школы по туризму там действительно будет раздолье. Будет раздолье. Мы сейчас думаем, как пускать по абонементам жителей города. Тоже такое дилемма стоит. Если на ядролях катетического манежа никаких проблем нет, взял абонемент, пришел, бегай себе на здоровье. Хочешь, не хочешь бегать, прыгай. Со скалодрумом ситуация несколько сложнее. Здесь должен быть у каждого инструктор. Чтобы травмы, да? Да, потому что, если, допустим, болдеринг там, и он невысокий, и там предусмотрены маты, ну, практически нетравмоопасны. А вот есть трасса, которая предусматривает прохождение на трудность или на скорость. Здесь, да, здесь она обязательно проходится со страховкой, и кто-то должен тебя страховать. Как это в каком-то формате будет, пока не готов ответить, мы это все будем обсуждать. Но наша практика такова, что мы всегда сначала, первый номер, это заходят наши муниципальные школы, спортивные школы. А вечером мы всегда спортивные сооружения, неважно какие, открываем для горожан. Пожалуйста, приходите. Самая большая высота, которую вы в горах покоряли, сколько? 6-700. 6-700, это уже где разряженный воздух. Ну, да, это еще не критичная высота, потому что критичная, это за 7 тысяч зона смерти. Но 6-700, ну, довольно высоко. У нас была в этом году девушка из нашей Хакасии, из Абакана, которая покорила самую высокую вершину мира. Но она запретила, кстати, говорить слово «покорила», потому что человек не может покорить гору, эта гора может... Гора пускает или не пускает, принято говорить так, и не все зависит от человека, действительно, на самом деле. Конечно, от человека и от его подготовки физической, а самое главное моральной, это вот это, наверное, самое основное. Морально, да. Да, зависит очень многое, но еще все зависит от других обстоятельств, от того, что от погоды, от снега, лавин и всего остального, поэтому мы полагаем, а Господь Бог располагает. И к чему я так говорю? Вы планируете когда-нибудь пойти туда? Да, туда я не планирую. В принципе, если говорить про вершины, да, есть мечты, да, есть мечты, но в планах нет, потому что любая вершина свыше 6 тысяч, это 20-25, а то и 30 дней требуется она. А такого в графике просто-напросто нет, и довольно сложно это сделать. И опять же, все вершины выше 6 тысяч находятся за пределами Российской Федерации. Ну, ближайшие это Киргизия. Киргизия, там пики 7-тысячники, пики Ленина. Это вообще наши братья. Они из Хакасии вышли. Ну, там действительно суровые горы, большие горы. Вот что-то мы с городской проблематики перешли на город. Ну, потому что хочется чего-то хорошего, чем-то хорошим. Ну, давайте в город вернемся. Как долго намерены быть мэром? Я же не могу без политики. До декабря, правильно сказать, до сентября 2024 года. А далее? А далее будет видно далее. Вы долго не планируете жизнь свою надолго? Срок моих полномочий заканчивается в 2024 году, в сентябре месяце. Ну, а что будет дальше, будем, конечно, решать уже, собственно, в сентябре 2024 года. А рост какой-нибудь там политический? Может, по партийной линии, по административной линии? Намекаю просто. Самый часто задаваемый вопрос. Таких планов не имею. Мне интересно работать в городе. И более того, я эту систему знаю. И в структуре администрации города я работаю с 1997 года, как закончил институт. И сразу приехал. И первая моя работа была после института. Это администрация города Абакана. И здесь я и работаю до сих пор. Здесь я знаю, здесь эту систему я понимаю. Далеко, конечно, не во всех отраслях я являюсь экспертом. Но вам это и не надо. Вы должны создать команду, нанять людей, которые эксперты. Но это мне ближе, это мне роднее. И я неоднократно говорил, никаких планов я не строю. Для меня город это главное. А вообще вот сложно научить людей так работать, как именно вы хотите. Потому что всегда же велика опасность, что когда человек занимает какую-то должность, начинают петь то слева, то справа, что-нибудь хорошее говорить. И как бы сглаживать информацию. И вы можете не владеть реальной информацией. И это вам потом начинает нравиться. От руководителя, от его умений, от его навыков зависит очень много. И я бы сказал, даже ключевое. То, что касается информации, сейчас с этим никаких проблем нет. Есть, пожалуйста, соцсеть, есть прямые эфиры. Поверьте мне, информация правдивая доходит от людей. Ее всегда можно перепроверить. А у меня еще есть такая вот очень плохая черта. Мне когда докладывают, я потом еще съезжу, посмотрю, сам перепроверю. И однозначно это не лишним. И обратная связь, она очень простая. Открываете соцсети, с утра открываете соцсети, вопросами завалены. И поверьте, все расскажут, все объяснят, где нужно проверить, что нужно проверить. Поэтому в этой части никаких проблем нет. По улице пешком ходите? На работу хожу пешком. На работу хожу пешком, вечером нет. Потребляю вашим вниманием. У нас под елочкой есть подарок для вас. Вот этот шоколад ручной работы. Вам, пожалуйста, в подарок от нашего телеканала. Шоколадье. Спасибо большое, Александр. Дай Бог вам хорошего Нового года. И знаете, хочу, чем завершить наш эфир. Это же год 70-летия Николая Генриховича Булакина. Он всегда 30-го, когда приходил на эфир на радио Абакан, он всегда в конце просил включить ему группу Абба. Happy New Year. И я думаю, мы сейчас посмотрим. Ну а вам всего хорошего. Приходите к нам. Всего хорошего, Алексей Иванович. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Как Вас зовут? Меня зовут Людмила. Спасибо, Людмила, за теплые слова. Счастья вам! Здоровья вам! Мира вашему дому! Процветание! Пусть те мечты, которые Вы Вы загадаете подбой курантов. Я понимаю, что сейчас говорю, штампами обязательно сбудутся. Чем больше хороших желаний, тем лучше мы будем жить. Потому что мысль, как говорят некоторые, материальная. Ну а почему бы и нет. 22.41.18. И это минуты, которые могут обратиться в ваши пожелания. И их услышит весь город, и они останутся в вашей памяти. Финальная программа вовремя. В 2022 году. 22.41.18 наш телефон. И в 21 час у нас сегодня большой новогодний выпуск новостей. Где вы увидите всех наших журналистов. По-моему, всех. В несколько ином качестве. Потому что обычно они берут интервью. А на этот раз короткие блиц, можно сказать, интервью. Они дали ведущим новостей. Так что в 9 часов вечера большой новогодний выпуск городских новостей. Будем встречать Новый год. Начинать уже. Господи, остались всего сутки до Нового года. Сутки и каких-то 4 часа без 5 минут. Ну что ж, друзья. Я долго думал, чем завершить наш последний выпуск этого года. И сегодня вот утром пришло печальное известие. Эдуард Артемьев умер. Это великий, на мой лично взгляд, композитор. Композитор, который не только работал много в кино, но и писал много серьезной такой музыки. Хотя музыку его в кино нельзя не назвать серьезной. И сегодня вот этот фрагмент, где прозвучит музыка из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Три товарища», она называется, это его композиция. Мне кажется, именно она демонстрирует то, что сегодня у нас происходит. Да, многих из тех людей, которых вы сейчас увидите, уже нет в живых. Но есть вот этот мальчик, который играет на трубе. Ну, в общем, вы сейчас сами все поймете. Эдуард Артемьев, его памяти, включая Алина. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok